марс далекий и безжизненный древний символ войны современный пример единения эта серия роликов расскажет вам о красной планете все от сухих научных фактов и невероятных конспирологических теорий до представлений о марсе фильмах и литературе в книге французского астронома камиля фламариона планета марс и условия обитания на ней собраны все известные наблюдения марса начиная с 1636 года персваль лоуэлл американский бизнесмен и дипломат разрабатывал теорию о существовании на марсе высокоразвитой цивилизации три его книги стали бестселлерами своего времени марс марс и его каналы и марс как обитель жизни изначально ненаучные тексты романы и повести рассказывали о полетах на красную планету первый фантастический роман о марсианах через зодиак истории испорченной записи написал американский историк и писатель перси грег впервые именно в этом художественном произведении описан вымышленный язык язык инопланетян и употреблено название астронавт в качестве имени космического корабля 1897 году опубликован роман курда ласвитца на двух планетах марсиане ласвитца практически не отличались от людей ни внешне не биологически но обладали высокоразвитым интеллектом и больше чем у людей способностью к эмпатии сожалению для мирового читателя он прошел незамеченным потому что вышел в печать одновременно с войной миров уэллса а для советского потому что его первый перевод на русский язык совпал с выходом аэлиты алексея толстого книга уэллса считается первой где открыта тема вторжения враждебных пришельцев с другой планеты позже о завоевании земли писали клиффорд саймак в послании с марса братья стругацкие в повести второе нашествие марсиан и курт вон и гурт в романе сирены титана что касается советской фантастики первым был опубликован роман утопия александра богданова красная звезда и чуть позже продолжение инженер мэнни одна из сюжетных линий марсианских саг мир фантастических приключений сюда стоит отнести марсианский цикл эдгара бироуза первый роман серии принцесса марса был опубликован в 1917 году цикл был очень популярен оказав воздействие на рэб рэдбери артура кларка и роберта хайнлайна в некоторых произведениях марс выступает и за свою независимость об этом роман грега бира движение марса получивший в 1994 году небилу невероятная эпопея кима стэнли робинсона марс зов пространства джона уиндема путь марсиан айзека азимова что касается более современной литературы 2012 году вышел сборник рассказов яблони на марсе благодаря проекту марс тэфу экспедиция в будущее составленное 2014 году джорджем мартином и гарнером дозуа возвращает нас на холодный лишенный кислорода марс планету красных пустын разрушенных городов и вымирающих цивилизаций истории рассказанных о марсе очень много мы подобрали несколько самых интересных на наш взгляд упоминаний о красной планете в кинематографе короткометражка путешествие на марс пять минут снята томасом эдисоном 1910 году считается первым американским фантастическим фильмом послание с марса предположительно первый полнометражный британский научно-фантастический фильм советский режиссер и яков протазанов экранизировал роман аэлита сняв немой черно-белый фантастический фильм сожалению у нас он известен очень мало хотя признан классика мировой кинофантастики 1950 году появился ракетный корабль xm сцены на марсе этого черно-белого фильма были отсняты в красных тонах чтобы создать атмосферу иного мира запуск первого искусственного спутника и линдирование ссср в области космических технологий возродили интерес космической фантастике в результате появилось два фильма небо зовет и мечте навстречу первые из них о космической гонке между двумя кораблями советским и американским во втором марс становится местом встречи двух цивилизаций землян и обитателей планеты центурия фильме марс павла клушанцева с космонавтами на планету высаживается отважный пес честь которого свое имя получил чубака и звездных войн эта транскрипция слова собака марс 90-х это великолепный фильм пауля верховина вспомнить все по мотивам рассказа филиппа дико мы вам все припомним и фантастическая кинокомедия человек ракета 2000 ознаменовались выходом марсианской одиссеи путешествие на марс катание по марсу 2006 имени сериала путешествие на марс о совсем забыли 1964 году сняли робинзон круза на марсе а злоключениях астронавта потерпевшего катастрофу на красной планете никого не напоминает не забудьте сходить на марсианина не забывайте подписываться и делиться видео с друзьями спасибо